МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Вектор развития. В Чувашии обсуждают послание главы Республики Государственному совету. Судью осудили. Верховный суд Республики Мариэл вынес приговор мировому судье Канаша. Твори, выдумывай, пробуй. На базе Мариинско-Посадской центральной библиотеки открылась первая в районе медиалаборатория. 21 цель. Глава Республики Олег Николаев обратился с посланием Государственному совету Чувашии. Он подвел итоги прошедшего года и поставил задачи на ближайшую перспективу. Одна из основных задач решить проблемы, которые остро обозначились еще в прошлом году. Это нехватка современного инфекционного стационара, который необходим при возникновении серьезных угроз, таких как пандемия коронавируса. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше стремление построить новый многофункциональный комплекс Республиканской клинической больницы с инфекционным блоком. Задача Кабинета министров в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к строительству этого важнейшего объекта не позднее конца 2021-го, начала 2022-го года. Будет модернизировано и первичное звено. Построены новые фельдшерско-акушерские пункты. Отремонтированы 36 объектов здравоохранения. Разработана документация на строительство новых крупных поликлиник в районах. В программном документе уделено внимание и образованию. В наступившем году необходимо построить пять новых школ в Чебоксарах, Кудесях и Новочебоксарске. Будет разработан новый современный учебник по чувашскому языку. А высшая школа должна синхронизировать свои программы с программами общеобразовательных учебных заведений, чтобы экономика республики в ближайшее время получила высококвалифицированных востребованных специалистов. Современные стандарты требуют современных условий. Лучшие практики, которые есть, мы, конечно, будем их развивать, внедрять. И лучшие специалисты должны помочь и организовать качественно образовательную среду по всей республике. Дети, неважно, где они проживают, далеко ли от центра, от СУЗов, от ВУЗов, должны иметь одинаковые, равные возможности в образовании. Мы к этому будем стремиться. Все задачи поставлены. И, конечно, для нас очень важно, что в послании Олега Алексеевича уделена развитию социальной сферы такая большая роль. Олег Николаев говорил о кадровой политике, культуре, социальной сфере, поддержке детей войны, сельском хозяйстве, развитии физкультуры и спорта, здоровом образе жизни. Для реализации этих задач необходима сильная экономика. Правительство республики будет работать над созданием благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы. На территории опережающего социально-экономическое развитие Канаш сейчас три резидента. Создано более 120 новых рабочих мест. На территории индустриальных парков, в первую очередь, в городе Чебоксара, работают пять предприятий. В этом году там откроются еще два производства. Очевидно, что потенциал преференциальных зон намного больше. Поручаемые экономические зоны Чуваши до конца первого полугодия подготовят заявку на расширение перечня разрешенных видов деятельности на территории ТАССР Канаш. Ожидаемый эффект от этого решения – это привлечение 14 новых резидентов, инвестиций в размер более 7 миллиардов рублей и более полтора тысячи новых рабочих мест. Глава Чуваши подчеркнул, что в республике сохранятся введенные в прошлом году преференции для предпринимателей. Олег Николаев поставил задачу создать максимально выгодные условия для ведения бизнеса, сформировать агентство инвестиционного развития республики, задача которого – оказывать всю необходимую поддержку предпринимателя на различных этапах реализации бизнес-идей. В Чуваши планируется создать государственные и частные технопарки. В Ночебоксарске вместо ТАССР может быть открыта особая экономическая зона. Глава Чуваши поставил задачу создать центр кластерного развития. Это ведь не просто дорожная карта по работе на предстоящие годы. Это философия, это идеология, по которой мы должны все вместе работать. Все наши предприятия, весь агропромышленный комплекс. Очень серьезные акценты были сделаны на социальную политику. И, наверное, впервые я увидела, что послание началось именно с блока социальной политики, со здравоохранения и той благодарности, которой мы должны говорить каждый день нашим врачам, которые тоже совершают подвиг. 2021 год в республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Необходимо провести весь спектр запланированных мероприятий. В этом году правительство Чуваши предлагает компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг детям войны. И это только малая часть благодарности за их подвиг. Послание стало не только обращением к Государственному Совету. Оно для всех жителей республики. От того, насколько ответственно каждый будет выполнять свою часть работы, зависит и конечный результат. В программном документе глава Чуваши обозначил векторы работы правительства, Государственного Совета, местных властей, предприятий и организаций. Какие задачи станут приоритетными – в комментариях далее. В начале выступления было сказано о здравоохранении много, об образовании, о спорте. Но самое главное, я считаю, что все-таки это создание рабочих мест, что очень важно для нашей республики. Я уверена, что все те проекты, которые обозначены сегодня именно в послании, будут реализованы. Но мы, как депутаты Государственного Совета, Чувашский парламент, готовы все инициативы в рамках реализации послания главы Чувашской республики поддержать. И уже на будущей сессии, при уточнении бюджета, уже все суммы заложить в бюджете Чувашской республики. Но самое главное для меня ценно было сегодня то, что глава Чувашской республики, Олег Алексеевич, обозначил именно материальную поддержку детей войны. То, что мы, все фракции в Государственном Совете Чувашской республики в прошлом году поддержали, внесли. И глава Чувашской республики этот законопроект тоже поддержал. Он сегодня уже обозначен. И сегодня мы услышали, что категория детей войны будет поддержана в виде освобождения от коммунальных услуг. Это очень здорово. Мы надеемся, что люди все-таки почувствуют облегчение. В послании как раз по курируемой отраслям, это транспорт, жилищ коммунальное хозяйство, комфортная городская среда и строительство, поставленные четкие задачи. Мы в ближайшее время проинтервизируем итоги прошлого года, поймем, какие были основные ошибки по невыполнению, по освоению федеральных денег. И, я думаю, выполним задачи, поставленные главой республики перед нашей отраслью. Приятно, что он отметил, что многие решения, которые были приняты, и то, что было сделано, это положительно повлияло на развитие физической культуры и спорта нашей республики. Отметил, что доля систематически занимающейся физической культурой и спортом населения нашей республики существенно увеличилась. Поэтому мы дальше будем развивать нашу спортивную инфраструктуру, строить новые спортивные объекты, новые спортивные сооружения. С привлечениями федеральных средств и использованием механизмов ГЧП. При этом важно отметить, что в 2020 году глава республики поддержал принятие таких важных решений. Это разрешили людям старшего возраста безвозмездно заниматься на объектах спорта, на спортивных сооружениях. И также впервые в Чувашской республике была учреждена стипендия главы Чувашии, что немаловажно для нашей отрасли – это поддержка спорта высших достижений, дальнейшее развитие. Олег Алексеевич в послании обозначил основные приоритеты развития республики и столицы, субъекта. Но основное, конечно, это повышение дохода граждан, снижение безработицы, создание новых рабочих мест. Ну и строительство инфраструктуры. Инфраструктуры социальной, инженерной, транспортной. Опозначил о начале строительства в ближайшее время крупнейшего медицинского центра, крупнейшей больницы. Это строительство спортивных объектов. Стадиона «Волга», 50-метровый бассейн. Это строительство школ и детских садов, о которых постоянно напоминают нам жители, и мы понимаем эту проблему. Это строительство дорог и наведение порядка в общественных перевозках, развитие туризма. Ну, в общем, много направлений. Мы о них говорили, и сегодня глава региона четко обозначил задачи и поставил сроки. И я надеюсь, что командой главы республики, командой города эти задачи нам удастся реализовать. Общественные организации и в моем лице Союз женщин Чувашия еще раз проанализируют послание главы. Мы, конечно, возьмем те направления, которые волнуют, прежде всего, общественность именно в женском лице. Это и пособия для детей, это и благоустройство республики таким образом. Но, наверное, самое главное на сегодняшний день для Союза женщин Чувашия, да, красной такой линии, через этот весь год, это пройдет мероприятие, связанное с сурским и казанским рубежами. Нам бы очень хотелось, чтобы действительно величие, то, что Олег Алексеевич подчеркнул, духа женщин и детей, на сегодняшний день точно так же перенеслось, так скажем, на наш этап жизни, и мы смогли бы все вместе дружно восстановить величие нашей Чувашии. Задача нынешнего года – сохранить стабильность в малом бизнесе. Государство предоставило немало преференций в период пандемии, чтобы удержать на плаву сотни небольших собственников. Физические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться специальным режимом – налогом на профессиональный доход по ставке 4 или 6%. Только в прошлом году в Чувашии в качестве самозанятых зарегистрировано 10 тысяч человек. Беспрецедентные меры поддержки малый и средний бизнес – это треть занятого населения Чувашии и более 30% налоговых отчислений в республиканский бюджет. Сохранить имеющийся потенциал – одна из главнейших задач правительства. 2020 год был для нас непростым. В целях снижения негативных последствий в экономике и социальной сфере в республике был организован целый комплекс мер поддержки гражданам и бизнесу. Так, государственная поддержка осуществлялась сразу по нескольким направлениям. Среди самых востребованных являются налоговые преференции, отсрочка арендных платежей, безвозмездные субсидии на поддержку занятостей, а также программы льготного кодзитования. Ситуацию в малом бизнесе не раз обсуждали на заседаниях Высшего экономического совета. Его члены постоянно анализируют обстановку в муниципалитетах, чтобы вовремя принять необходимые меры и поддержать предпринимателей. Местные бюджеты не должны оскудевать. Как задача направления использования казны. Это аренда имущества, аренда земель, использование горжилфонда. Здесь надо смотреть, прежде всего, эффективность. Мы с вами, с коллегами собирались, эту тему обсуждали. И вот эту работу более целенаправленно, более глубоко, с погружением по отдельным статьям проводить. И, конечно же, повышать эффективность использования имущества казны Чувашской республики. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Прямые выборы глав – за или против. В Чувашии обсуждают возможность возвращения одноглавой системы управления муниципалитетами и избрания руководителей города или района путем голосования жителей, как это было до 2009 года. Сейчас во многих регионах России, так же, как и в Чувашии, существует так называемая двуглавая система управления. Муниципалитетами управляют главы городов и районов, мэры или главы администрации – сити-менеджеры. Первые выбираются из состава депутатов местных собраний, вторые назначаются по конкурсу. Такая система существует более 10 лет, но до сих пор не ясно, кто за что отвечает. Кроме того, подобная система полностью отбивает желания жителей участвовать в выборах депутатов. По уставу глава муниципалитета избирается из числа депутатов, отвечает за соблюдение законодательства и руководит деятельностью собрания. Глава администрации нанимается на работу муниципалитетом и контролирует работу муниципального хозяйства. Порой к нему возникает немало претензий. Сторонники выборности глав утверждают, что в случае, если и те, и другие функции будет выполнять один человек, к тому же избранный жителями, он будет более мотивирован, так как должен идти на выборы с готовой программой действий и отвечать за ее выполнение перед своим электоратом. Волатрии члены общественного совета, представители политических партий первыми в республике обсуждали возможные прямые выборы глав администрации. Высказывали свое мнение о новой системе организации местной власти достаточно активно, а порой и эмоционально. Волатрии, которые могли потратить на благо нашего города, на благо наших жителей, потратить на выборы. Может уйти просто непрофессионал. Среди минусов собравшиеся отметили кадровый голод. Порой не есть кого выбирать. А руководить муниципалитетом должен опытный управленец со своим планом действий и командой. Прошли уже и такую систему, и такую. Лично моя точка зрения, что данная система наиболее пока оптимальная. Потому что система, которая предлагается, она, ну как бы, есть там некоторые нюансы и риски. В плане того, что, да, вот много было высказано, что могут прийти какие-то дилетанты. У сторонников выборов глав муниципалитетов свои доводы. Мы предлагаем, чтобы были выборы, и чтобы жители решали вопрос, кто будет, как говорится, у нас мэром. Потому что, вот правильно сказали, что чехарда, мы уже устали обращаться. Сначала одному пишем письмо обращения, ни ответа, ни привета. Поэтому мы думаем, что лучше работа будет, когда будут избирать жители. Инициатива сегодня, это не от главы республики, не от руководства нашей страны. Это инициатива от народа. Люди сами вышли с инициативой определиться с порядком выбора или назначения. Самый демократичный путь все-таки, это выборы у нас в стране. Самые, я думаю, легитимные, демократичные, правильные. В ближайшую неделю обсуждения пройдут во всех муниципалитетах республики. Без учета мнения жителей региона, депутатов, решений приниматься не будет. Это позиция общественной палаты Чувашии. Будут предложения. Мы надеемся, что все-таки будет поддержка со стороны экспортного сообщества в районах, в муниципалитетах, что мы остановимся на прямых выборах глав муниципальных районов и городов. Я думаю, так. Ну а дальше мы свои предложения общественная палата обобщит, направит администрацию главы Чувашской республики, доведет главы Чувашской республики. А уже там глава и наши законодатели выйдут в предложение в Государственный совет республики. И будет принято решение, которое, скажем, сможет изменить эту ситуацию. И, наверное, выберут тот эффективный способ управления муниципалитетами, который предложат наши эксперты. Многие эксперты отмечают, что нынешняя двуглавая система иногда вызывает конфликт интересов. Новая, одноглавая, предлагает всенародное избрание одного руководителя муниципалитета. Пока не ясно, как он будет называться. Мэр или сити-менеджер не столь важно. Главное, что он станет ответственным за жизнь в муниципалитете в целом. После обсуждения судьбу возможных выборов глав решит Государственный совет Чувашии. Народные избранники также должны обсудить этот вопрос на заседаниях фракций и комитетов, а затем проголосовать на сессии. Если решение будет принято, то уже через 4 года мы будем выбирать исполнительную власть в районах и городах республики. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Дмитрий Салманов, Республика. Верховный суд Республики Мариэл вынес приговор мировому судье Канаша Розе Габдуловой. Она признана виновной в совершении мошенничества. Как установило следствие, экс-судья вступила в преступный сговор со своей знакомой и обманным путем получила от Чебоксарса 2 миллиона 850 тысяч рублей. За эти деньги она обещала решить вопрос по переводу земель из одной категории в другую. Однако оплаченная задача так и не была решена. В июле 2018 года при получении очередной суммы денег Розу Габдулову задержали сотрудники УФСБ России по Чувашской республике. Экс-судья не признала вину, но ее причастность к делу была доказана в результате показаний потерпевшего, сообщницы и свидетелей. Свою роль сыграли проведенные экспертизы и другие следственные меры. Приговором Верховного суда Республики Мариэл Роза Габдулова признана виновной в совершении мошенничества в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафом в размере 750 тысяч рублей и конфискацией в доход государства, незаконно полученного от потерпевшего денежного вознаграждения в размере 2 миллионов 850 тысяч рублей. Как записаться на вакцинацию, как получить поддержку от государства? На эти и другие вопросы ответила депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова во время дистанционного приема граждан. Звонки и обращения от жителей республики в депутатскую приемную Алены Аршиновой поступают постоянно. Этот дистанционный прием посвятили вопросам оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и записи на вакцинацию. Поднимались и другие темы по льготам, образованию, материальной поддержке. Мы стремимся посмотреть дополнительно, что еще нужно делать, и такие приемы, они нам помогают дополнительно сориентироваться, потому что большая часть законодательных инициатив, во всяком случае депутатов Государственной Думы и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики строится как раз на тех предложениях, которые высказывают наши жители, наши граждане на таких приемах. Всего в феврале запланировано более 30 встреч депутатов с гражданами. В каком формате они пройдут, очно или дистанционно, покажет время. Инесса Потапова, Сергей Копеев, Республика. Качество, темпы и стандарты. Когда на кону комфорт юных жителей столицы, упущений быть не должно. Сегодня чебоксарские депутаты проинспектировали ход строительства особо важных социальных объектов. Этот детский сад совсем скоро примет больше сотни ребят, живущих в микрорайоне Солнечный. Нареканий нет, подрядчик идет с опережением графика. Готовность около 80%. К лету обещают управиться. Ведется монтаж сетей внутренних, а именно сети теплоснабжения, устанавливаются радиаторы, закончена электрика, выполнено горячее-холодное водоснабжение, собираются узлы, заканчиваются, буквально в течение недели закончится именно тепловой и водомерный. Технологические подключения выполнены. В принципе, опережаем график. Вы можете даже досрочно его сдать? Да, да, да. Наружное освещение, малые архитектурные формы уже установлены. У дошкольного учреждения своя котельная. Отопление можно будет включить в любой момент, когда на улице похолодает. Весной благоустроят территорию. Хорошо, молодцы. Молодцы. А так держать? Большое спасибо. Стараемся, спасибо. А вот со следующим объектом сложнее. Детский сад на 110 мест в 14 микрорайоне в Новоюжном районе по контракту должен открыться 30 сентября этого года. Но пока работы идут с отставанием от графика. На сегодняшний день на объекте работает порядка 18 человек. Завершаем фундаменты. Отставание по графику примерно 10 дней. Планируем догнать увеличением людей. Будем вводить людей в вторую смену. Срок, садик будет сдан или нет? Конечно. На верстате упущенное обещают и на строительстве детского сада в микрорайоне Альгешево. Он рассчитан на 160 мест. Полы какие будут? Теплые или? Частично. Не везде. Новые объекты строят по новым стандартам. Бассейн, пищеблок – все должно соответствовать техническим санитарным нормам, быть безопасным. Значит, вы нам четко скажите, срок сдачи 30 сентября. Значит, вы уложитесь? Рассчитываем уложиться. С финансированием все в порядке. Люди? С людьми тоже все в порядке. То есть нет оснований у нас волноваться, беспокоиться? Абсолютно никаких. Конструктив рассчитываем что-нибудь, наверное, к концу марта. Будем работать в выходные дни, либо посменно будем добавлять, усиливаться. Строящиеся детские сады, особенно в новых микрорайонах, позволят закрыть проблему нехватки мест. Если мы увидим, что отставание не будет восстановлено, то мы тогда пригласим руководителя на свою комиссию, будем заслушивать. Эти садики вошли, я еще раз подчеркиваю, в социально-экономическую программу развития города. Мы их курируем. Депутатская комиссия побывала на строительстве школы микрорайон Садовой. Согласно проекту, здание будет состоять из четырех блоков. Первый для младших классов, третий для старших, посередине административный и четвертый блок – спортивный. Там разместят бассейн и спортзал. В сентябре 2022 года школа должна принять 1650 учеников. Но из-за проблем с проектно-сметной документацией сроки начала строительства сдвинулись на несколько месяцев. Наталья Мальчикова, Сергей Копеев, Республика. Борьба за парковочные места на гостевых стоянках столицы продолжается. Блокираторы, ограничивающие конструкции и таблички с номерами автомобилей растут, как грибы после дождя. Но администрация столицы настаивает на выполнении нормативных актов. Личных мест на таких стоянках быть не должно. На территории Калининского района Чебоксар такие рейды стали уже регулярными. В старых микрорайонах парковки порой вообще не предусмотрены. Жители выкручиваются как могут. Если все же стоянки разрешают, то это вовсе не значит, что места поступают в личную принадлежность, считают жители дома номер 15 по улице Ивана Франко. Даже если номер, я заезжаю, ставлю. Мы потому что как бы своих знаем. А то, что за блокираторов эти, я против. Но то, что нам парковочных мест здесь не хватает. Вот приходится из-за этого нам вот такие вот делать, ставить таблички. Мы тоже это с трудом, вот эту парковку три года. Три года мы заявление писали. Кое-как нам поставили. И вот теперь мы добились, вы представляете, и я рядом с подъездом и с моим домом, и я опять-таки не могу запарковаться. Нина Романова, инвалид второй группы. Табличка с номером ее машины стоит на законных условиях. Это разрешение администрации района. Машину ставить некуда было. И поэтому мне пришлось выйти на администрацию Калининского района и оформиться как инвалид. И вот на стоянке у нас, стоянка около дома которой, ставят машины с других домов. Четыре-пять домов ставят. Музыкальную перерешают, тоже сюда ставят. И получается, у нас мест нет. В администрации района объясняют, блокираторы и любые ограждающие устройства, которые самовольно устанавливают собственники, незаконны и подлежат демонтажу. Только за прошлый год было убрано 30 блокираторов, 600 автомобильных шин, цепей и тросов около 200 метров. Земельные участки, они общего пользования. Любой гражданин, собственник помещения, имеет право парковаться на данной территории. А некоторые автовладельцы считают, что если он поставил туда табличку или блокиратор, считают его место. Это не его персональное место, это общее место для всех жителей. Что касается расширения парковок, то в этом микрорайоне все, что могли, уже сделали, объясняют представители администрации. Работа же по демонтажу будет продолжена. Хозяину этого блокиратора повезло. Машина, которая стоит над ним, не дала возможности демонтировать его сегодня. Но администрация города обещает вернуться за ним в ближайшие две недели. Ольга Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика. Они вручную долбили скованную морозом землю, стирали руки в кровь, копая рвы и строя блиндажи, доты и дзоты. Более 170 тысяч жителей Республики во время Великой Отечественной войны за три месяца создали оборонительный рубеж на берегу Суры. В их числе жительница Маргаушского района Вера Павлова. Когда началась война, ей было всего 16 лет. Оборонительные укрепления она строила в Ядринском районе. В их деревне тоже многие вместе поехали работать, их направили туда. Дали план. Они этот план выполняли, чтобы защитить родину. По ее словам, соседи работали по-другому. Сделали взрыв, чтобы легче было там рыть окопы. И там один человек умер во время этого взрыва. Попал в голову комочек земли. Вера Павлова до сих пор помнит те тяжелые дни. Работали круглосуточно. Еду на стройку не привозили. Довольствовались тем, что брали из дома. Теплых вещей не хватало. Валенки были не у всех, а лапти часто рвались. Вернувшись в квартиру после тяжелой работы, мы чинили лапти и по очереди сушили одежду. А утром на рассвете вставали и снова шли рыть окопы. Даже в свои 96 лет Вера Никандровна не утратила энергии. Не любит сидеть без дела, увлекается вязанием. Очень любит читать и каждый раз с нетерпением ждет нового выпуска районной газеты. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Земля доблести. Так называется всероссийская акция, которую проводит Музей боевого братства России. Он находится в Ленинградской области. В память о воинских и трудовых подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны земля, пропитанная кровью и потом наших предков, будет хорониться в Музее боевого братства России. Из всех уголков страны сюда привозят гильзы и кесеты с землей, взятые либо с полей сражений, либо с полей трудовой битвы. 1 февраля делегация Чувашской республики передала кесет земли с бывшего сурского рубежа. А в конце прошлого года, наоборот, представители Чувашского землячества Ленинградской области привезли в Чебоксары капсулу с землей с места сражений за Невский пятачок, где воевали многие выходцы из республики. Экспонат передали в Чувашский национальный музей. В дальнейшем, к 80-летию победы, в Музее боевого братства России планируют открыть мемориал, где будет находиться земля, собранная по всей стране. На базе Мариинско-Пасадской центральной библиотеки открылась первая в районе медиалаборатория. Здесь не просто учат пользоваться новыми компьютерными технологиями, но и собираются создавать виртуальные путешествия в прошлое своей малой родины. Графическое рисование, анимация, 3D-моделирование, монтаж видео, обработка звука – все эти навыки можно теперь освоить, не уезжая за пределы района. Творческую мультимедийную площадку в библиотеке оборудовали в рамках национального проекта «Культура». Новые технологии расширяют границы знаний. Меня с детства привлекает компьютер, телефон, и мне очень хотелось научиться создавать фотографии, которые не были бы возможны создавать, допустим, в реальной жизни. То есть, если я, допустим, не могу куда-то поехать, то можно наложить свою фотографию, и как будто бы я там побывала. Дома не было таких возможностей. До этого, да, хотелось как-то и на компьютер вроде установить, но немного не получалось. Там и что-то, да, программы, да, не те программы скачивались. А тут было как бы все уже готово, и приходишь, просто учишься и работаешь. Софья Никитина за два занятия уже успела сделать анимационную фигуру в планах создания целого образа. Это будет как бы вступление. То есть, у меня здесь будет уже определенный сюжет. Эта фигура будет играть на моей картине. То есть, на моей анимации она будет какой-то определенной ценности. Серьезно. Я бы хотела сказать этим проектом, что нужно быть человечнее и добрее. Чтобы создавать будущее, надо знать настоящее и прошлое. В лаборатории огромная библиотека, в которой много книг об истории и культуре родного края. Самые интересные факты, события могут быть воссозданы в виртуальной реальности. В основном, конечно, будем уклон делать на развитие культуры родного края. Все-таки краеведение – это важно в истории нашего района. Важно для детей, чтобы они знали историю нашего края. И я думаю, в будущем мы будем создавать исторические моменты, фрагменты, связанные с историей нашего города. Мы не зря сделали дизайн вообще комнаты в космическом стиле, так как наш район является родиной космонавта номер 3 Андриана Григорьевича Николаева. Сейчас ребята реконструируют в графике разрушенную церковь в Мариинском посаде. Собирают данные о местной достопримечательности под названием Государева гора. Именно эти объекты войдут в первое виртуальное путешествие по родному краю. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. В декабре прошлого года Кабинет министров Республики одобрил программу по сохранению, изучению и развитию чувашского языка. Чтобы родная речь звучала повсеместно, нужно искать новые формы преподавания. Ученики Чершкосинской школы изучают язык через стихи. Именно поэзия раскрывает красоту родного края, его звучание, особенности ритма. Здесь пишут практически все, от первоклассник до учителей. Писать стихи на чувашском языке – это очень интересное занятие. Ведь ты понимаешь, что стихи на чувашском языке пишут не все. И понимаешь, что ты, когда пишешь стихи, хочешь, чтобы чувашская республика, родной чувашский язык, чтобы он не угасал, чтобы всегда был с нами. Настя Николаева учится в пятом классе. В ее поэтическом арсенале уже 10 стихотворений. Школьницу вдохновляет природа родного края. Юные поэты занимаются в кружке «Удивительное перо». На кружке «Удивительное перо» мы пишем очень много стихотворений, читаем разные произведения. На чувашском языке умение писать стихи нам очень пригодится в жизни, потому что, когда мы будем выступать на разных мероприятиях. Своим наставником ребята считают учительницу чувашского языка и литературы Алину Михайловну Николаеву. Она учит и хазам стихосложения. В школе я работаю более 30 лет. Как и у каждого педагога, у меня есть свои секреты. Через стихосложения дети изучают родной язык с любовью. Мы очень стараемся, чтобы наши дети, наше будущее, наше поколение изучал, любил родную речь, родное слово, чувашский язык. Я очень надеюсь, что мои уроки не пройдут даром. Поэтическое творчество раздвигает горизонты. Помимо языкознания, оно дает ребятам понимание культуры родного края и преемственности традиций. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Александр Адюков, Республика. Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» все же состоялся. Напомним, что из-за отепели его перенесли на 2 февраля. Местом встречи молодежи стал стадион «Олимпийский». Хорошая зимняя погода, отличное настроение, музыка и спортивный азарт. Я очень люблю кататься на коньках, мне здесь очень понравилось. Мероприятие очень интересное, весело. Хотел бы, чтобы такое проводилось чаще. Фестиваль прошел при поддержке Ассоциации спортивных студенческих клубов страны. Этой хорошей традиции уже 5 лет. Молодежь не только провела спортивный праздник на свежем воздухе, но и сдала символический зачет по физической культуре. Главным стартом стала конькобежная эстафета. Ребята защищали честь своих учебных заведений. Я узнал об этом мероприятии от руководителя по физической культуре из нашего университета. И я решил, что буду сегодня участвовать в эстафете. Хотя я не катался уже давно, но я готов. Себя попробовать. Сегодня настроены на победе. Будем участвовать в эстафете. Надеемся занять призовые места. Победителями стали учащиеся Чебоксарского института Московского политехнического университета. Третье и второе место разделили между собой студенты волжского филиала МАДИ и ЧГУ имени Ульянова. И хотя дух соперничества никто не исключал, все же главным в этом действии был не пьедестал почета, а заряд бодрости и возможность общения. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости среды 3 февраля. Оставайтесь с нами. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова